Итоги уходящего четверга С начала текущего года 21 водитель был привлечен к административной ответственности Сколько стоит наглость и какое алиби у нарушителей Полезное дело, сотрудники фондока посадили деревья Каждый год мы потихонечку добавляем и потихоньку украшаем нашу территорию Чтобы через какое-то время это был уютный такой парк Какие, сколько и где Беларусь – это мы Завтра Бобруйск встретит самый молодой государственный праздник Что ждет горожан День народного единства А также безвизовый режим Возвращаются домой и саммит в Душамбе Президент Беларуси сегодня принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Какая повестка дня Удобно не значит правильно Некоторые водители продолжают игнорировать на парковках знак «Инвалид» А ведь за это предусмотрен штраф в 58 рублей Таких хитрых с начала года 21 человек Да и не заметить специальные места тяжело Они больше обычных на целый метр Так почему бобруча не нарушают И как в Европе борются с наглецами Разбиралась Карина Гуревич Вестер на Горького Парковка вся забита Даже места со знаком «Инвалид» Здесь стоит иномарка ГАИ вызывает водителя Документы в порядке Логичный вопрос Почему нарушаете? Такой же ответ везде занято Если там действительно реальный инвалид подъедет Реально раз, два, три, четыре места Ну максимум одно или два будет занято Так что я думаю, что инвалиду абсолютно фиолетово Тут парковаться или тут парковаться Если вы сюда зайти, он тут припалкивается И не поедет на место для инвалидов Это ваше мнение Но помните, инвалиду необходимо выгрузить коляску И пересесть в нее А значит открыть двери до упора Поэтому их парковочные места шире Три с половиной метра против двух с половиной И располагаются они ближе ко входу Чтобы сократить путь Хотя это и привлекает здоровых людей С начала текущего года 21 водитель Был привлечен к административной ответственности За нарушение правил стоянки остановки На местах предусмотренных для парковки инвалидов Административная ответственность за данное нарушение Составляет две базовые величины Парковаться на местах для людей с ограниченными возможностями Могут инвалиды первой и второй групп А также третий с нарушением опорно-двигательного аппарата Это относится и к людям, которые их перевозят А вот ответственность распространяется не только на горе водителей Торговые центры в этой же компании Мы видим, что занимает какая-то машина То охрана сразу подходит, предупреждая, чтобы люди переставили свою машину То есть как бы на это мы сразу реагируем Потому что это место принадлежит определенной категории людей Если вы чему-то удивляетесь, давайте посмотрим на мировой опыт Например, Германия Там за подобное нарушение штраф 35 евро А если место понадобится водителю-инвалиду То машину и вовсе эвакуируют И сумма санкции уже 250 Сейчас за парковку идет настоящая война А на ней, как известно, все средства хороши Только вот создавая для себя комфортные условия Вы наплевательски относитесь к другим Разве оно того стоит? Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов Бобруйск, 360 Минздрав в Беларуси обновил статистику Покоя 19 за минувшие сутки Зафиксировано 1967 пациентов с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 510 481 человек В ВОЗ приостановили процесс одобрения вакцины «Спутник Ви» Во время проверки одной из фабрик обнаружили несоответствие Современным нормам производства Слово заявка была передана во Всемирную организацию здравоохранения В конце января 2021 Сроки регистрации пока неизвестны По данным ведущего медицинского журнала Эффективность препарата составляет более 91% Новые паспорта Учение «Запад-2021» завершилось И оранжевый уровень В пятницу на большей части территории страны Ожидаются дожди, ливни и грозы Пора ли уже надевать осенние куртки Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Президент Беларуси сегодня принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе Лидеры стран собрались в резиденции главы Таджикистана Дворца нации На повестке дня всего один вопрос Ситуация в Афганистане Помимо этого обсудили проблемы международной и региональной прочности Подвели итоги деятельности организации в межсезонный период Президент Беларуси подписал указ, который вносит изменения в список стран Гражданам которых можно въезжать в республику без визы сроком на 30 суток В списке было 80 государств Теперь в нем 76 Из него исключили США, Бразилию, Гондурас и Китай По поводу граждан Поднебесной в МИД пояснили Решение носит чисто технический характер Между Минском и Пекином действуют правила для поездок Длительность которых может достигать 90 дней Российские военные покидают белорусские полигоны Учение Запад-2021 Завершилось Накануне отправился первый шалун с вооружением и техникой Также инженерный состав приступил к подготовке авиации Для перелета на аэродромы базирования Всего в маневрах приняли участие до 200 тысяч человек личного состава Около 80 самолетов и вертолетов 290 танков 240 орудий Реактивных систем залпового огня и минометов А также до 15 кораблей Более 7 тысяч паспортов нового образца Выдано в Беларуси с 1 сентября Серьезного ажиотажа при получении документов нет Службы работают в штатном режиме Ежедневно поступают около тысячи заявок от граждан республики и иностранцев Наибольшую активность проявляют жители столицы, а также Минской и Гомельской областей Завтра в Беларуси прогнозируется оранжевый уровень опасности На большей части территории дождем В южных и центральных районах ливни и грозы Утром слабый туман Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду Порывы до 14 Температура воздуха ночью будет колебаться В диапазоне от 3 градусов по северо-востоку До 16 по юго-западу Днем ожидается до 19 со знаком плюс Мир зеленого цвета Ко дню работников лесного хозяйства Сотрудники фондока высадили деревья Трудились порядка 70 человек От простых рабочих до руководства Сокупили 100 саженцев березы В прошлом году высаживали дубы Локация – территория гостиничного комплекса предприятия Уже стала у нас такая акция традиционная Начиная с подготовки к нашему 90-летию То есть что-то успели тогда посадить И каждый год мы потихонечку добавляем И потихоньку украшаем нашу территорию Чтобы через какое-то время Это был уютный такой парк День леса в этом году выполнен 19 сентября К слову, белорусские зеленые массивы Занимают более 9 миллионов гектаров Это почти половина всей территории страны Больше, чем в среднем в Европе Пришло время объединяться Уже завтра Бобруск встретит День народного единства Гуляния развернутся на двух локациях Первое разместится в молодежном парке Здесь праздник начнется в 14.00 Будут работать тематические площадки Свою продукцию предложат мастера Декоративно-прикладного искусства Там же можно будет и перекусить С трех часов дня перед Дворцом искусств Откроются выставки Ведущие предприятия города Продемонстрируют свои таланты Завершит программу Концерт творческих коллективов города Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА